Скажи своему соседу, Иисус на троне. Аллилуйя! Я хочу поприветствовать наших зрителей. Какое бы средство просмотра вы не использовали, спасибо за ваше время. Аллилуйя! Несколько недель мы говорили о трудностях и о том, что они значат для вас и для меня, как для христиан. Судя по тому, что происходит, мы, похоже, живем в опасное время, в очень странное время. Трудно подобрать слова, чтобы дать ему определение. То, что происходит в вашей стране, тоже происходит и в другой. Повсюду. Экономическое давление, политическое и религиозное. Узаконенная коррупция повсюду. Чего вы ожидаете? Будешь ли ты готов, когда Господь придет? Я буду готов, когда Господь придет. Я буду готов, когда Господь придет. Да, знамения, которые мы наблюдаем, показывают, что вы должны быть готовы. Не позволяйте трудностям или обстоятельствам, с которыми вы сталкиваетесь, свергнуть вас с вашего положения пред Богом. Трудности у христиан предназначены для того, чтобы укрепить наши желания и устремленность по отношению к Богу. Чем больше проблемы, тем яснее вы видите Бога, тем больше вы молитесь и поститесь, тем больше вы жаждете Бога. Сегодня мы будем читать Матфея 16 главу, а также 1 послание Петра, 5 глава, 8-9 стих. Это поможет вам понять то, о чем мы будем говорить. Также прочтите 2 Тимофея, 3 главу, 10 стих и до конца и послание евреям, 3 глава, 6 стих. Вы здесь? Я надеюсь, что ваш разум не раздвоен, потому что мне нужно ваше сердце, не ваша внешность, но ваше сердце. Если ваше сердце не здесь, тогда кому я говорю? Я буду говорить на ветер. Ваше сердце – это крепкая комната, молитвенная комната. Это точка контакта. Когда я говорю «ваше сердце», я подразумеваю ваш дух. Ваш дух использует Дух Святой, чтобы выразить себя. Вы здесь? Если вы здесь, взгляните на меня. Что вы видите? Вы видите красивый пиджак? Значит, вы не здесь. Если вы здесь, вы видите не этот пиджак. Вы вообще не смотрите на эту внешность. Вы не смотрите на человека, который похож на кого-то. За этим человеком есть человек, которого вы слышите. Также еще прочтите потом Евангелие Иоанна, 15 главу. И послание римлянам, 1 главу, 14 стих. А мы начнем читать Евангелие Матфея, 16 глава, 1 стих. «И приступили фарисея и саддукея, искушая его, и просили показать им знамение с неба». «Это то, о чем мы говорили сейчас. Вы здесь?» Потому что здесь кусочек неба на земле. Его распространение. То, что мы будем делать, это распространение. Теперь наш основной, 24 стих. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя». Это для вас. Поместите свое имя туда, где есть личное обращение. «Если я хочу быть Его учеником, Его последователем, то что я должен сделать? А как нам отвергнуть себя, надев костюм, или наведя марафет, или усевшись в джип? Возьми свой крест и следуй за Мною». Вы взяли свой крест? Отвергните себя, возьмите свой крест и следуйте за Иисусом. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Когда вы все прочтете, то увидите, что спасение – это нечто большее, чем просто сказать «Господь Иисус, я грешник». К алтарю вызывают повсюду. Многие из вас поотдавали свои жизни Иисусу. Вы отдали свою жизнь себе. Спасение – это не просто сказать «Господь Иисус, я грешник». Войди в мое сердце, «Омой меня Твоей драгоценной кровью». Это ложь. Спаси мою душу сегодня, а после идти своим беззаботным путем. Спасение – это нечто большее, чем это. Спасение – это тотальное и полное посвящение Иисусу. О, как я люблю Иисуса! «О, как я люблю Иисуса!» «О, как я люблю Иисуса!» «Потому что Он пришел для меня». Если вы любите кого-то, то любовь связана с сердцем, а не с устами. Вот почему браки рушатся сегодня. Потому что кто-то влюбился из-за того, что она прекрасна. Или потому что кто-то очень хорошо говорит. «Вы любите кого-то за привлекательность, за внешность?» Нет. Любовь связана с сердцем. А там, где вовлечено сердце, там – тотальное и полное посвящение. «Как я люблю Иисуса!» Вы не можете получить от Иисуса прощение ваших грехов, если не совершите посвящение Ему. Скажи соседу, «Я не смогу получить от Иисуса прощение грехов, не совершив посвящение Ему». Вот почему люди не спасены сегодня. «Вы видите тех, чье рождение свыше под вопросом сомнительных верующих, сомнительных христиан». Знание фактов об Иисусе не меняет наших взаимоотношений с Ним. «Иисус мой Господь, мой Спаситель, мой Целитель, я рожден свыше». Знание фактов об Иисусе не меняет наших взаимоотношений с Ним. Вот о чем говорится в Евангелии от Матфея, 16 глава, 24 стих, и 10 глава, 38 стих. Иисус сказал, что кто не берет свой крест, не отвергнется себя и, возможно, даже не готов умереть за веру в Него, тот не достоин Его. «Ты достоин, царь царей и Господь господствующих. я поклоняюсь Тебе». «Ты достоин, ты достоин, царь царей и Господь господствующих. Я поклоняюсь Тебе». «Если ты не берешь свой крест и не отвергнешься себя и, возможно, даже не будешь готов умереть за веру в Него, то ты не достоин Его». Кто такой Иисус? Его поклонники должны поклоняться Ему в истине и в духе. Достигни Его в истине и в духе. Говори с Ним в истине и в духе. Поклоняйся Ему и молись Ему в истине и в духе. Иисус не собирается давать Своё спасение тем, кто не претерпит до конца. Он придёт, как вор ночью. Никто не знает, когда и как. Не начинающий является победителем, но финиширующий. Он не собирается давать спасение тем, кто не претерпит до конца. Тотальное и полное посвящение Иисусу. Мы буквально продаём себя Ему. Мы являемся должниками. Мы больше не принадлежим сами себе. Мы служители. Я хочу поднять ногу. Мне нужно разрешение, потому что я больше не принадлежу сам себе. Шаг – Иисус. Другой – Иисус. Я хочу надеть костюм – Иисус. Но вы не знаете, как сильно вы нуждаетесь в Нём. Вот почему у вас такая жизнь. Он вам нужен, только когда у вас есть проблемы, когда вы больны, когда у вас трудности. Вы нуждаетесь в Иисусе. Вы не знаете, насколько сильно вы нуждаетесь в Нём. Но что это за жизнь? Это значит, что вы не служитель. Скажи соседу, ты не знаешь, как сильно ты нуждаешься в Иисусе. Он нужен тебе только, когда у тебя проблемы или трудности. Вот когда только тебе нужен Иисус. Вы должны знать, как сильно вы нуждаетесь в Нём. Потому что мы больше не принадлежим сами себе. И, следовательно, мы – должники. Слово «посвящение» не изучают и не практикуют сегодня. В Послании римлянам, 1 глава 14 стих, Павел сказал, «Я – должник». Иисус купил Павла так же, как Он купил и нас. Это значит, что спасение – это продажа, это сделка. Христос купил и заплатил за нас. Какую потрясающую цену Христос уплатил за нас. Он уплатил наши долги. Он не остался в долгу. А я должен столько, сколько не смогу платить. Мне нужен кто-то, кто смоет мои грехи. Теперь я могу петь новую песню. Чудесная благодать. Господь Иисус оплатил долги, которые я никогда бы не смог оплатить. Яievers заплатил мои грехи. Мне не могу платить. П Suzуши истина. Я думаю, что далеко не все поймут это. Уровень, на котором сатана атакует нас, скорее всего, эквивалентен уровню нашего посвящения Богу. А? Что этот человек такое говорит? Да. Иов был полностью посвящен Богу Всемогущему. Вот почему Бог пожелал взять на себя вызов сатаны против него. Если вы полностью посвящены Богу Всемогущему, Он примет на себя сатанинские нападки против вас. Скажи это соседу. «У меня это проблема, у меня такая болезнь». Нет, жизнь, в которой вы живете, больше не ваша. Мы больше не принадлежим себе. С чем бы вы ни столкнулись, это проблема Христа. Вы столкнулись с проблемой, это проблема Христа. С болезнью, это Христа. А вы воспринимаете это так сильно, потому что вы не живете для Христа. Вы не посвящены Христу. В Евангелии от Иоанна, 15 глава, с 18 по 20 стих, говорится, что как только вы стали рожденными свыше, как только вы совершили этот переход, тогда сатана возненавидел вас так же, как он ненавидит Иисуса. С момента вашего спасения вы были вовлечены в феноменальную битву. С того момента, как вы спаслись, как родились свыше, как только стали истинным верующим, вы были вовлечены в феноменальную битву. Это не битва против крови и плоти. Как по вашему мнению, у вас есть враги в виде брата, который ненавидит вас. Но ваш брат имеет плоть и кровь. «Я не знаю, что за враги у вас. Вы говорите, что тот ваш брат ненавидит вас». Нет, наша ненависть направлена на духовных существ, а не на вашего брата. Ваш враг – это не ваш брат, не муж или жена, не начальник вашей компании, не ваш наставник, но духовные сущности, которые являются причиной напряжения и давления. вот почему вы всегда проигрываете битву. Потому что видите врага в своем брате. Если вы хотите быть победителем во всех своих начинаниях, смотрите на духовных существ, как на ваших врагов, которые вызывают напряжение и давление. И тогда вы все преодолеете. Многие из вас говорили на меня разные гадости, преследовали меня в прошлом, но я не смотрел на вас, как на преследователей. Я видел этих сущностей, которые толкали вас на то, чтобы делать это. Если кто-то нападал на меня, я смотрел на вас, стараясь рассмотреть, кто стоит за вами. Какая злая сила. Вот почему я не отвечал вам. Я не отвечаю крови и плоти. Все недоумевают, почему я не отвечаю на обвинения. А кому мне отвечать? Крови и плоти? Я сражаюсь с духовными существами, которые подстрекают вас сказать то или другое. А вы все еще заняты сражением со своим братом. Ваш брат говорит вам, «Ты глупец!» «Ах, ты назвал меня глупым!» «Назвал меня глупым!» «Я тебе покажу!» Но это не ваш брат обозвал вас. Он бы этого не сделал, если бы за ним не стоял злой дух. Вы всегда ввязываетесь в проигрышную битву. С момента, как вы стали рожденным свыше, сатана возненавидел вас. Я не сказал, что с момента, как вы стали рожденным свыше, ваш брат возненавидел вас или ваш муж возненавидел вас. Я ведь так не сказал, «Но это битва, о которой вы сражаетесь. Вы враждуете со своим мужем, со своей женой, с дядей, кузеном, с кем-то еще». Нет! Как только вы стали рожденным свыше, сатана возненавидел вас так же, как он ненавидит Иисуса. Как только вы стали истинно рожденным свыше, вы вовлеклись в феноменальную битву. «Если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то же в их они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, и поток прошел бы над душою нашою. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа. Я ничто без тебя. Ты воздух, которым я дышу. Я не могу жить без тебя. К тебе я живу, и движусь, и существую. Осана и Иегове. Ты воздух, которым я дышу. Аллилуйя. Аллилуйя. Тебе я живу, и движусь, и существую. Я ничто без тебя. Без кого? Без вашего мужа? Без жены? Без тебе, Джошуа? Без вашего наставника? Так почему же вы сражаетесь кровью и плотью? Зачем воюете в проигрышной битве? Если бы вы посмотрели все битвы, в которых вы сражались, то 90% из них вы проиграли, потому что вы сражались с неверной битвой, вместо того, чтобы вести брань с духами, которые вызывают напряжение и давление. О мой Бог! В тот момент, когда вы поистине приняли Иисуса, как своего Господа и Спасителя, тогда сатана возненавидел вас так же, как он ненавидит Иисуса. Ваше посвящение просит Иисуса принять вас. Посвящение – это ваша верность Иисусу. Прежде чем вы можете быть приняты, ваше посвящение будет просить Иисуса принять вас. Ваша верность, ваше послушание, ваша безусловная любовь будут просить Иисуса принять вас. Тогда вы станете собственностью Иисуса. Уровень, на котором сатана атакует вас, по-видимому, эквивалентен вашему посвящению Богу. Скажи это соседу. Если вы посвятили себя, Иисус возьмет на себя сатанинские нападки против вас. Что это за сатанинские нападки? Застой, ночные кошмары, слабости. Иисус возьмет это на себя. Зрители всего мира, если вы поистине посвятили себя Господу, если вы вовлечены в Божьи проекты, Иисус возьмет на себя сатанинские нападки против вас. Потому что мы больше не принадлежим себе. Мы служители. Спасибо. Ни воинством и ни силой, но Духом Божьим, говорит Господь, Это гора сдвинется. Это и есть ваши проблемы. Это гора сдвинется. Во имя Иисуса. Это гора сдвинется во имя Иисуса. Духом Моим, говорит Господь. Гора – это сатанинские нападки. Иисус возьмет их на себя. Вы поете песню, не понимая, о чем поете. Это болезнь. Этот недуг. Этот застой. Это неудача. Многие, кто пришел сюда сегодня, прежде побывали у колдунов, практиковали оккультизм, а когда осознали, что выхода нет, решили, почему бы им не пойти к Иисусу. Потенциал многих из нас был отдан сатане, и вы принесли Иисусу подделку. Когда вы были такими, вы преподнесли это сатане. А теперь вот это вы приносите Иисусу. Лучшее вы отдали миру. А теперь... Порой, когда я вижу таких людей, мне хочется их стукнуть. Но каждый раз Иисус удерживает мою руку. Я говорю, «О, Иисус, позволь мне стукнуть их. Почему они приносят тебе вот это?» Тогда как в мире они были такими. Когда ваши зубы сияли, вы были в мире. Но сейчас ваши зубы испорчены. И когда вы говорите, «Слава Господу!» Все видят ваши зубы. Замечательные зубы сатана забрал. Идите теперь и верните эти зубы назад. Спасибо, Господь!